На Петербургском международном экономическом форуме подписано соглашение на 50 миллиардов рублей. Об этом сказал губернатор Рязанской области Павел Малков. Цель соглашений – деловое сотрудничество в промышленности, сельском хозяйстве, а также других сферах экономики. Глава региона отметил, что подписание таких соглашений – это новая продукция в регионе, рабочие места, инфраструктура и развитие области. Главное теперь – договоренности эти реализовать. Например, соглашение с АО «ОКСК» предусматривает расширение производства за счет строительства новых птичников в Рязанском и Александроневском районах. Это ни много ни мало – 688 новых рабочих мест. Реализация намечена на 2024-2030 годы. Объем финансовых вложений – почти 25 миллиардов рублей. Другие подписанные губернатором соглашения направлены на развитие в регионе целлюлозно-бумажной отрасли, IT и промышленной инфраструктуры, обновление парка сельскохозяйственной техники и расширение соответствующих сервисных услуг. Плюс строительство высокотехнологичного производства умных светодиодных экранов с искусственным интеллектом, создание гостиничного комплекса в Рязани, а в рыбном – производственно-складского парка. В ближайшие 6 лет по этим инвестиционным проектам появится около 2000 новых рабочих мест. Павел Малков принял участие в тематической сессии «Россия. Вместе создаем будущее». Ее председатель – заместитель руководителя администрации президента России Максим Орешкин. Главная тема – выставочная деятельность как главная коммуникативная среда в науке, бизнесе, культуре, просвещении и образовании. Значение и работа Международной выставки форума России. Создание национального центра России, призванного сохранить наследие этой выставки, а также лучший региональный опыт в этой сфере. По словам Максима Орешкина, выставка становится главным элементом, мотивирующим к планированию преобразований и новым свершениям. Это эффективная площадка для экспонирования значимых проектов, обмена опытом, в том числе в реализации национальных целей развития страны. Максим Орешкин привел в пример рязанский торговый городок, мол, там люди черпают вдохновение для дальнейших свершений. И добавил, что в целом в Рязани очень много делается с точки зрения создания пешеходного маршрута, реконструкции культурных и исторических объектов. Рязань – город с богатой историей, архитектурой. И очень здорово, что это сейчас все восстанавливается. Павел Малков рассказал об опыте региона по восстановлению исторического наследия, организации выставочного пространства в возрожденном торговом городке. Сейчас мы этот объект полностью восстановили. У каждого павильона есть какая-то и своя идея, свой смысл. Там работают кафе, ресторанчики, там постоянно проходят мастер-классы, форумы, мероприятия. Действует музей кофе и действует музей прошлое и настоящее будущее. Сейчас делаем там филиал нашей областной библиотеки, многое-многое другое. То есть мы постарались создать такое комплексное культурное пространство. Очевидно, использовали здесь и опыт ВДНХ, и опыт выставки «Россия». И планируем сейчас, когда на России основные мероприятия завершатся, этот же опыт внедрять в нас и выставлять достижения наших муниципальных районов. Павел Малков отметил, что почти все туристы, которые сейчас приезжают в Рязань, приняли такое решение после посещения регионального стенда на международной выставке «Россия». Так что свою рязанскую ВДНХ планируют расширять и дальше.